Знаешь зачем я тебя сегодня позвал? Нет? Я тебе хотел показать рюкзак. Это не просто рюкзак, это индивидуальный паршив, между прочим. То есть изделие, собранное прям с нулище мастером по техническому заданию заказчика. Понимаешь? Ну, я бы не сказал, что здесь прям с нулище. Здесь немного переработанная, нет, наверное, будет точнее выразиться, взятая за основу наша типовая модель. Это рюкзак под таким названием Бродитель, объемом 30 литров. Размер общий я пропишу где-то здесь на экране. Че, показать я его что ли? Наверное, хочешь увидеть и здесь, и здесь, и здесь, да? И внутри еще. Ну давай, сейчас пробежимся. Так, значится, про объем мы поговорили, буквально две секунды, и про размер. Это нам уже известно. Я этот рюкзак не сильно-то разглядывал, поэтому давай с тобой вместе его и рассмотрим. Что мы видим? Ты знаешь, давай начнем с материалов. С материалов мы начнем. Изготовлен он из такого материала, как кордура. Южнокорейского производства. Тысячные плотности. Да убери ты, Камил, подальше. Тысячные плотности. С обратной стороны полиуретановая пропитка. Так сказать, обладает некими влагозащитными свойствами. Понимаешь, о чем я говорю? Угу. Ай, хорошо. Раз уж я взялся здесь рукой за молнию, то молния здесь стоит, ну, известного бренда ЮКК. Пользуемся репутацией этого бренда. Молния – это самое слабое звено. Одно из слабых звенен изделия. Потому что здесь такая специфическая конструкция, и не всякий производитель может это все нормально делать. Ну, достаточно сложная фурнитура. Тут и зубьи всякие, и прострочка вот на зубьях, и бегунки столько разных фирм на рынке присутствуют. Но прям, чтобы крутые кошерные фирмы, их не так и много. И ЮКК – одна из известных таких мировых брендов. Так вот, про ткани мы сказали, про молнию сказали. Стропы – отечественный производитель. Ивановская текстильная галантерийная фабрика. В простонародье просто аббревиатура ИТГФ. Пластиковая фурнитура фирмы АПРИ, или АПРИ, мне неизвестно. Я не думаю, что они сильно обломаются, если их не так назову. Ну, так сказать, что здесь еще такое? Дополнительная ткань, вот на валиках она, например, стоит. Мы еще коснемся этого. Отечественный производитель – ткань Кордон 500. До подкладочной ткани мы потом доберемся, но сразу скажу, что это отечественная ткань – турист. Так вот, что мы видим снаружи? Снаружи мы видим на передней стеночке объемный карман. На нем расположен еще карман. С защитным, влагозащитным и пылезащитным козыречком. Не везде мы его ставим, но на изделиях такой милитаре, военно-тактической серии мы это практикуем. Карман, я бы не сказал, что он плоский, я бы не сказал, что он объемный. При помощи определенных приемов пошива, все-таки он немножко объемный. На нашей типовой модели здесь по умолчанию липучка стоит, чтобы на нее такие крепить, как и называют, вышивку, патчи. Здесь ее нет. Ну, заказчик так пожелал. Поэтому рюкзак может показаться каким-то безликим. Но это с непривычки, я думаю. В принципе, лицо-то у него как-то оформлено, все равно всякие штучки-закорючки здесь имеются. Под этим карманом, на кармане, имеется система креплений. Это часть системы креплений. Это ячейки PELS. И к ним крепятся различные подсумки при помощи клипс-молли. Это все, естественно, аббревиатура. Под этой системой крепления имеется карман. Очень даже симпатичный. Такой, знаешь, с радиусами всякими. Мне кажется, он даже здесь очень гармонично смотрится. Дорого-богато. Открываем. И там находится, как я понял, влагозащитный чехол на этот рюкзак. Я потом отдельно проводки сделаю и покажу все это. Либо фотки просто отдельно. Он из ткани Турист. Да, тут такая плотная достаточно. Отложим его в сторону. В этот карман можно что положить? Все что угодно. Вот такой вот замечательный карман. Наверное, давай по внешке пробежимся, а потом уже внутрь заглянем. Как-то мне захотелось посмотреть на днище рюкзака. Донная часть рюкзака. Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим здесь сочетание двух видов тканей. Южнокорейская кордура и кордон 500. Я еще забыл сказать, что это две ткани. Ну, я бы не побоялся сказать, что они имеют некий запас прочности. На дне рюкзака здесь комбинация, так сказать, южнокорейской ткани и кордон 500. Почему здесь кордон 500 стоит? Я думаю, что это, пожалуй, так заказчик. Ну, я лично не знаю, чем он руководствовался, когда, да, составлял технические задания. Но лично я бы, если бы ставил, и лично я бы, если бы, да, замечательная речь у меня. Эту ткань просто легче очистить от грязи и пыли. Просто, грубо говоря, и пошваркали. Здесь мы видим упаковочные ремешочки. Ну, или стяжки, можно назвать. И вот этот кончик вот сюда можно запрятать. Таким образом, чтобы он не болтался. Мне лично не очень нравится такая система. Мне по душе резиночки. Ну, я знаю, что кто за нами следит, за нашей движухой, тот знает, что мы резиночки ставим. Под резиночку свободные концы прячем. Но я не использую эту систему. Она потом как-то быстро выходит из строя. Но, опять же, смотря, как пользоваться изделием. Регулируются они по длине и лишнее закатывается. Не так давно у нас появилась эта серая расцветка, как кордон начали выпускать в более-менее нормальном цвете, который, ну, сочетается, как вы видите, по оттенку, ну, с фурнитурой серой пластиковой апри и с южно-корейской кордурой. Вот так. Вверху рюкзака мы видим супер-мега-прочную ручку, собранную из 50 и 25-мм стропы, просроченную миллиард раз. Полукольца по бокам. Многие спрашивают, зачем они? Кто во что гораст? Кто-то за них что-то прицепляет, а кто-то за них ничего не прицепляет. В этом месте ручка достаточно плотная, потому что здесь стропа-полтинник, она загнута, назначится на простроченную посередине 25-мм стропу. Получается, ручка достаточно плотная. Под ней находится вот такая штучка. Интересно, что это такое? Ты, кстати, видела, там гидратор лежал. Это питьевая система, которая кладется внутрь рюкзака, и шланг, который ты там видела, она, он выводится через отверстие. Прорубленная, так сказать, здесь в слоях ткани, просроченная миллиард раз, естественно. Если оно не нужно, опять же, даже если шланг выведен, то легко закрывается, и шланг немного все равно здесь и фиксируется, и придерживается. Как бы эта закрывашка не мешает, она не будет болтаться в любом случае, она будет закрыта. Даже если не пользуетесь, то, ну, такая милитария серия, поэтому, чтобы так сказать, по канону. Что мы еще сверху видим? А особо ничего. Ну, до этих стяжек мы еще дойдем. Боковина рюкзака. Система креплений, опять же. Стяжки. Те же самые, что и на дне рюкзака. Зачем они нужны? Ну, во-первых, к ним можно что-то прикрепить. То есть, возьмем эту штучку. Предположим, что это куртка. Опять же, если рюкзак пустоватый, так сказать, он ужмется. Если мы стяжечку-то это стянем. Понимаешь? Ну, и в свободной конце, опять же, ленты прячутся, закручиваются вот такой улиткой. И некая такая, это охранная, суперохранная система. Чтобы рюкзачок случайно какой-нибудь мошенничек-то не открыл, воришка какой-нибудь. Ниже системы крепления ПЭЛС мы видим объемные карманы. Мы немного другие сами-то шьем. Я не очень такие люблю, но я так понял, это требование заказчика. Это не я делал рюкзак, делал Алексей. Техническое задание я не помню. Объемный карман с рюверсом на дне. Горловина кармана стянута эластичным шнуром. И стопорится стопором. Что можно сюда затянуть? Например, штатив поставить, бутылку поставить, там, что угодно. Ставлю сюда штатив, он у меня где-то такой длины. Я его, опять же, стяжечками могу застопорить так, чтобы он у меня не выпал. Ни вверх, ни вниз, ни в бок он никуда мне не выйдет. Опять же, фоточку я вставлю в этот момент видео. С другой стороны, то же самое. Задняя часть рюкзака. Вот с ней, наверное, вообще... Я долго мучился, чтобы привести ее к такому вот виду. Кто-то скажет, ну что это за вид? Но, тем не менее, я вот покажу первый рюкзак, который у меня там получился. Я же не знал, как делать-то, правильно? Кстати, вот эти стяжки. Зачем они нужны? Ну, опять же, это некие такие маленькие 25-миллиметровые усиленные охранники для этого отдела. Они притягивают лямку к рюкзаку и рюкзак к лямке. И разгружают молнию на этом отделении. Ведь если мы усиленно загрузим на молнию, как на одно из самых слабых завионин в изделии, будет идти нагрузка. Хоть молния супер-пупер трижды качественная, но я люблю подстраховаться. А вдруг чего? Я же не знаю, может туда аккумуляторы человек будет грузить и дергать рюкзак. Почем зря. Поэтому лучше подстраховаться. Это не только я практикую. И практикуют и другие фирмы. Название сейчас я не сориентируюсь просто. Возможно, где-то я это увидел, мне эта идея понравилась. Итак, лямочки-то у нас такие. Ты знаешь, некоторые фирмы называют анатомические. Не знаю, здесь вот выемка такая. Видимо, это подшейный отдел. А вот здесь такой радиус туда заходик. Это подмышечная зона. В принципе, удобно. Это наши типовые лямки, обновленные несколько месяцев назад. Обычно мы вот эти стропы, системы укрепления Беллс, на лямках так не делаем. Нам так не нравится. Ну, многим нравится, а многим и не нравится. У нас просто идет такая стропа сверху вниз. Здесь у нас съемная грудная стяжка. На грудь она так крепится. Регулируется по объему. Мы ее пока снимем. Она крепится при помощи вот таких замечательных крючков к системе крепления. Чтобы я ее не потерял, оставлю ее здесь. Ну, и не с лямок. Здесь фастексы. Регулируется по объему. И на конце стропы, извиняюсь, ременной ленты. Для того, кто-то, для того, говорю у человека, кто меня в комментариях там поправил вроде бы. Это лента. Да, лента. Но мы привыкли как-то все ее, даже производители стропой называют. Не думаю, что это сильно вводит людей в заблуждение. Здесь есть некие стопора. Вот таким образом прошиты, чтобы случайно кончик у нас не выскочил. Итак, задлямчик. Ой, пардон. На обратной стороне у нас кордон 500. Он менее абразивный, этот материал. Не знаю, он мне как-то нравится, когда он ведет себя на туловище. Также кордон 500 есть на валиках, внутри которых сантиметровый изолон. Я думаю, здесь видно толщину туда. Некий такой воздухопроводный канал. Меньше трения об одежде. Снижаем, так сказать, силу трения. Лямки пришиты под углом. Для чего? А для того, чтобы они лучше легли на наши замечательные плечи. Чтобы нам просто удобнее было ходить. Что сподвигло уйти от прямой стропы? Да. Ну что, мы сами просто ходим с этими системами. А себя мы любим. И хотим носить что-то такое удобное. Чтобы нам дольше с этим рюкзаком пройти и не устать. По карманам. Давай начнем с переднего. Здесь мы разобрались. Давай откроем передочек. Что мы здесь видим? А открыли, сразу видим карманец. Опять же такой и не плоский, и не объемный. Сзади мы видим систему из открытых карманов. Они объемные, и горловина их стянута эластичной лентой. То бишь резинкой в простонародье. Здесь два кармашка. Помещается достаточно большой пауэрбэнк на 20 и даже на 30 тысяч. Ну и всякую фигню сюда можно понацеплять. Фотку я вставлю. Так, органайзер. Я думаю, что заказчик углядел, предполагаю, на одном из наших фото. Ну, когда я делаю фото для сайта, я как бы его набиваю и кладу туда периодический органайзер. И все хотелось мне прям в размер сделать. Какой-то вот. Ты открыл и достал оттуда сундучок. Удобно? Почему нет? Если он не нужен, то этим объемом можно пользоваться. Опять же, предположим, что это, ладно, куртка у нас уже здесь была. Предположим, что это кофта. Кофта легко помещается в этот карман. Здесь мы видим тоже объемный карман, горловина которого стянута эластичной резинкой. От этого кармана мы хотим уйти, убрать его. Но мы еще подумаем. Сделаем пробник. Может быть, уберем этот карман. Что у нас в этой штучке находится? Здесь пенка у нас. Сенки жесткие. Вот такая вот штуковина. Типа аптечки. У нас есть такая аптечка. Идею я взял, по-моему, с америкосов. Что-то западное, по-моему, там. В эти ячейки совываются штучки. Здесь стопора надо сейчас поставить. Чтобы не забыть, уберу пока. А, пардон. Два кармана. А стопора сюда, видимо, забыли поставить. Может, в КЗ не было указано, не знаю. Точно такие же, как на кармане. Сейчас как бы надо поправить это дело. Подложим в сторону органайзер, а лучше не будем и положим его сюда. Итак, до основного отделения мы еще доберемся. Давайте посмотрим, что у нас здесь сзади находится. Карман. Опять же, тут доп имеется. Так тяжело вытащил эту штучку. В одной простой причине я очень сильно там его забил. Прямо туго забит всякими штуками. Здесь у нас есть такая панель. Ну, это органайзер. Наверное, у заказчика есть всякие подсумки, которые он будет цеплять при помощи этих.